Если вы боретесь с упрямым жиром на животе, то у меня для вас отличные новости. Поскольку сегодня я вам расскажу о 5 распространенных ошибках в процессе жиросжигания, которые вы совершаете сами того не подозревая и что мешает вам убирать жир на животе. А некоторые из этих ошибок могут привести к тому, что вы даже наберете еще больше жира, чем было. Первая ошибка это ввести подсчет калорий, создавать их дефицит для похудения без учета БЖУ, то бишь белков, жиров и углеводов. Начнем с того, что большое количество жира на животе может быть основной причиной, фактором плохой чувствительности к инсулину, она же инсулинорезистентность. И это важно учитывать, потому что одни продукты питания будут повышать уровень инсулина больше, чем другие. Поэтому нам нужно сделать все возможное, чтобы повышать чувствительность к инсулину. Как правило углеводы оказывают наибольшее влияние на уровень инсулина, а вот белок уже оказывает умеренное воздействие, тогда как жиры оказывают вообще наименьшее влияние. Запомните, инсулин это гормон, который препятствует потере жировых отложений в теле и способствует их накоплению. Да и не у каждого организм будет реагировать одинаково на все типы калорий. Например, одни люди могут есть тонны углеводов, то есть все подряд и не толстеть, поскольку у них такой быстрый тип обмена веществ. А другим же достаточно съесть немного углеводов и их уже просто прет. Поэтому, если вы один из тех, кто сейчас худеет и считает калории, вам нужно вместо этого внедрить следующие приемы в питании, которые будут снижать уровень инсулина. Первое. Снижайте потребление углеводов. Это лучший способ снизить уровень инсулина. Но имейте в виду, что если вы будете съедать при этом слишком много белка, особенно из молочных продуктов, это может также повышать уровень инсулина. Вот перед вами на экране сейчас оптимальные пропорции соотношения БЖУ для похудения. Также еще один хороший способ снизить уровень инсулина и, следовательно, сжигать больше жира в теле – это интервальное голодание. И вот перед вами пример интервального голодания на экране. Следующая ошибка – это контролировать, бороться со своим аппетитом и тягой к вкусной вредной еде. Если вы просто пытаетесь заставить себя меньше есть и больше двигаться, но при этом ничего не делаете, чтобы удовлетворить свой аппетит, то рано или поздно вы сорветесь и пустите коту под хвост всю тяжелую работу над собой. Это вопрос времени. К счастью, у вас есть два инструмента, которыми вы можете воспользоваться прямо сейчас, чтобы подавить аппетит и тягу к вредному. Первое – увеличите потребление клетчатки, увеличите потребление овощей и немного фруктов. Только с фруктами поосторожнее и в первой половине дня. Не более 30% от всего количества углеводов и желательно более волокнистых фруктов, где больше клетчатки. Что же касается овощей, они помогут наполнить ваш желудок, благодаря чему вы почувствуете себя сытым и ваш аппетит уйдет. Поэтому обязательно съедайте с белковыми продуктами, порцию овощного салата или же целиком, кто как любит. Также клетчатка из овощей способствует здоровому функционированию и очищению кишечника, что увеличивает ваш иммунитет, благодаря чему многие забудут о простудных болезнях и проблемах с плохим пищеварением. А все это в купе поможет вам худеть и преображаться намного быстрее. Ребята, ну а перед тем, как мы пойдем дальше, хочу сообщить, что на сайте британского бренда спортивного питания и одежды MyProtein пройдет неделя черной пятницы. Супер распродажа со скидками до 75% на все. Плюс к которым вы можете добавить еще мой промокод STRONG1 со скидкой до 47% от оставшейся суммы. Ну а 12 ноября для нетерпеливых весь день, как бонус, зрители моего канала смогут делать заказы любой продукции со скидкой до 65%. Ребята, если вы думали закупиться, то сейчас самое время, а такие подарки бывают раз в год. Ссылочка, как всегда, в описании. Давайте перейдем к следующей очень распространенной ошибке, которую особенно совершает большинство новичков. И это вера в то, что есть определенные упражнения, которые напрямую сжигают жир на животе. Несмотря на обилие информации, многие люди до сих пор думают, что скручивания на пресс помогут им убрать живот. Ребята, все эти упражнения на пресс неэффективны для этой цели. Они нужны для того, чтобы наращивать мышцы пресса, но при этом никак не воздействуют на слой жира, который находится поверх них. И без его сжигания вам не видать кубиков пресса. Запомните, при похудении жир горит равномерно по всему телу. Природа не задумана так, чтобы жир горел локально в одном месте, которое вы тренируете. Поэтому, чтобы избавиться от жира на животе, сосредоточьтесь на общем похудении. По прошествии достаточного количества времени, при соблюдении правильного питания, плана тренировок и физической активности, а также внедрения приемов и фишек, которые вы уже узнали сегодня и узнаете еще дальше, тело постепенно сожгет жировые запасы на животе и вокруг него. Идем дальше. Очередная ошибка – это делать слишком много кардио и при этом игнорировать силовые тренировки. Большинство людей верят в то, что кардио предназначено для похудения, а силовые тренировки только для наращивания мышечной массы. Это поверье существует уже давно, однако это неправда по двум причинам. Первая причина – это гормоны и особенно инсулин. Как я уже сказал, высокий уровень инсулина может привести к набору веса и предотвратить потерю жира. А также снизить уровень и повысить чувствительность к инсулину помогает правильно выстроенная диета. Еще исследования показывают, что силовые тренировки помогают повысить чувствительность к инсулину. А это именно то, что нам нужно для похудения, сжигания жира, а не инсулинорезистентность. Еще один гормон, выработку которого увеличивают силовые тренировки – это тестостерон. У женщин он тоже вырабатывается от силовых тренировок, но естественно в разы меньше, чем у мужчин. И тестостерон тоже очень важен и помогает в сжигании жира, а также в наборе и сохранении мышечной массы, особенно на похудении. Другая причина заключается в том, о чем я говорил ранее, что углеводы больше всего поднимают уровень инсулина. Когда они попадают в ваше тело, то распадаются там до глюкозы. Занимаясь железом в зале и наращивая больше мышечной массы постепенно, мышцы начинают забирать и больше накапливать этой глюкозы, тем самым предотвращая ее попадание в жировые клетки. А это значит, что жировая ткань лишится самой главной подпитки и будет уходить в разы быстрее. Силовые тренировки – один из лучших способов истощать запасы глюкозы, потому что это очень интенсивная активность, для которой углеводы в качестве топлива. Истощая регулярно этот запас бензобак, у вас появляется со временем больше места для его заправки, когда вы едите, и тем самым меньше углеводов из пищи будут переходить в жировые отложения. Поэтому вместе с кардио обязательно включайте 2-3 силовые тренировки в неделю, а лучше даже больше. Еще одна большая ошибка – это не доводить дело до конца. Да, обратите внимание, сколько раз многие говорят «Все, я начинаю соблюдать питание, наконец-таки сброшу этот ненавистный жир» и чаще всего с понедельника. Затем они бросают все, возвращаются к своим старым ленивым привычкам, а затем говорят, что все это питание и тренировки не работают, хотя на самом деле все наоборот. А ведь последовательные действия и поведение с течением времени определяют раз за разом, как вы будете выглядеть через месяц, через год. Да, это сложно. Если бы все это было так легко, все бы кто хотел, были бы уже фитнес-моделями. Именно поэтому очень важно для себя создать условия. Лучшее, что вы можете сделать для этого – отдать кому-нибудь из ваших близких что-то для вас ценное. И что бы они вам не отдавали, хранили до того момента, пока вы не достигнете своей цели. Если это что-то значительное для вас, то поверьте, вы сделаете все возможное, чтобы придерживаться плана и достичь поставленной цели. Вы также можете купить себе дорогую одежду, от которой вы без ума, но которая вам сейчас мала по размеру, и поставить себе цель просто влезть в нее. Я знаю, ребята, в этом нет никаких секретов, но это работает, и так работает наш мозг. А вы, друзья, поделитесь в комментариях, допускаете или допускали ли вы какие-то из этих ошибок во время похудения? Расскажите. Всем будет интересно и полезно услышать ваш опыт. А если вам нравятся мои новые видео, то подписывайтесь на этот новый канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки. А с вами был Алекс, увидимся на других моих видео.